Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Почему вообще были введены заповеди блаженства, если уж действовал диколог? Живя по этим правилам, может ли возникнуть противоречие между старым законом и заповедями блаженства? Что имеет большую силу, 10 заповедей или заповеди блаженства? Давайте поговорим об отличие заповедей диколога от заповедей блаженства. Диколог – это 10 заповедей, которые были даны Господу Богу Моисею на Горисинай. 4 заповеди по отношению к Богу и 6 по отношению к людям, потому две скрижали. Не пополам они были написаны. Заповеди диколога даны в форме категорической, не исполнение которых будет караться, исполнение которых будет накраждаться. Все просто и понятно. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не пожелай ничего того, что есть у ближнего твоего. Заповеди блаженств, которые не были даны, как некоторая альтернатива, замещающая заповеди Ветхого Завета. Господь сказал, не нарушить, а пришел закон, но исполнить, не в смысле только лишь выполнить, но и дополнить, довести их до совершенства. Сказано древними – не убей, но каждый, гневающийся на братцева напрасно, уже подлежит суду синедриону генеогненной. Сказано древними – не прелюбодействуй, каждый, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И заповеди блаженств даны не в категорической форме. Мол, если не исполнишь, будешь наказан. Нет, это возможности, это свобода жизни во Христе. То есть возложи на себя вот эти бремена, вполне себе удобоносимые, и ты поймешь, насколько легче, радостней и спокойней будет жить. Обещаются некоторые блага, блаженства. Это состояние выше, чем счастье или радость. Она не сведена только лишь к физиологии и к миру земному. Она говорит о том, что тебя ждет не только в земной жизни, но и в будущей. Кто благ? Никто не благ, кроме Бога, говорит Спаситель. И ты тем самым, исполняя вот эти девять заповедей блаженств, приближаешься к Богу и обоживаешься, по сути, реализуешь смысл своей жизни. И заповедь блаженств — это золотая цепь добродетелей, как о ней говорил Иоанн Златоуст. Это цепочка добродетелей. Начинать с первой, не с последней. С первой ступенечки, на вторую, на третью. Ты не будешь миротворцем, если перед этим не станешь кротким, и не будешь искать и алкать, и жаждать правды. И в этом контексте нельзя сказать, что заповедь блаженства имеет большую силу, чем заповеди диколога. Важны и те, и другие. То есть нельзя лежать пьяным в луже и говорить, что я борюсь с тщеславием. Нельзя изменять супруге и говорить, зато я никогда ни с кем не поссорился и никого ни с кем не столкнул лбами. Нельзя искать правды, если ты при этом жаждать ее. Изыскивать, алкать. Если ты перед этим воруешь, завидуешь или поклоняешься богам иным, которых нет, то есть бесам. Все это единое правило нашей жизни. Как правило, дорожное движение. Если ты их не исполняешь, то не правило дорожного движения на тебя обиделись. Или министр внутренних дел, или министр транспорта, ты сам себя наказал, не следуя тем правилам, которые кровью написаны. Так и здесь Господь говорит тебе, вот возможности счастливой и благополучной жизни, земной и загробной. Используй их, и будешь счастлив, даже больше, чем счастлив. Будешь блажен. Поэтому друг друга они дополняют. Одни просты и понятны, другие более сложны. Можете открыть небольшую книжечку Архимандритяна Кристианкина и посмотреть, какие грехи существуют против заповедей Диколога и против заповедей Блаженства. Увидите многообразие нашей греховной жизни и поймете, что оказывается не такие уж мы хорошие, как нам казалось. Думали, вот, я молодец, дважды в неделю пощусь, ду десятину от всего, что у меня есть, от мяты и аниса, и не то, что вот этот там мытарь. Иногда нам помолиться хочется именно так, и нам непонятно, что же не так в этой молитве. Вы попробуйте вот исполнить по-настоящему заповеди Евангелия и увидите, что не надо никого осуждать. Всем тяжело. И нам непросто, и другим людям непросто. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.